Глубоко ухажаемый президиум, глубоко ухажаемые коллеги, огромное спасибо, что можно выступить на данной конференции по эволюции. Я замыкаю темой доклада желудочно-кишечного тракта такой нозологической единицы, как гепатоцеллярный рак. Современные возможности лечения подразумевают проведение морфологической постановки диагноза. Мы знаем, что эти пациенты приходят к нам с тяжелыми формами, циррозы печени, с портальной гипертензией, с осытом. И тогда приходится отказывать в верификации диагноза данной патологии, так как это сопряжено риском печеночного кровотечения. И тогда мы прибегаем к такой единице, как МРТ и КТ, когда происходит гипервоскулярное смывание венозной фазы опухоли в логическую для гепатоцеллярного рака. Безусловно, пациенту должны быть функциональные, сохранные кокс статусом до 2 баллов и функциональных параметров печеночных трансиминас. Ну и безусловно, данное исследование ШАРП азиатско-техоокеанское стало, можно сказать, золотым стандартом для современного лечения первой линии гипотоцеллярного рака. И оно доказало, что эффективность в исследовании ШАРП общей выживаемости составила 10,7 месяцев, а в азиатско-техоокеанском составило 6,5 месяцев. Длительное время, более 10 лет, ученым и клиническим компаниям неловко было, так как никаких предикторов для получения новой молекулы и назначения в первой конкурирующей линии не было. Но исследование РЕФЛЕКТ доказало обратное. То есть, безусловно, брались большое количество пациентов, практически тысячи больных. Рандомизация шла одна к одному, то есть больные все в одной группе, состоявшие и получавшие стандартную дозировку 8 и 12 мг в зависимости от веса. Брались первичные и конечные, вторичные точки, пациенты, ранее не проходившие никакого типа лечения, неоперабельная ситуация. Ну и те больные, которые по классификации, по барселонской классификации, били ци с ЧАЛПЮ класс А. Единственное, что не входили в критерии и были критерием исключением, это те пациенты, в которых опухоль была более 50% распространенной формы и с инвазией воротной вены. То есть, мы не знаем, как работает ленвотенип в данной ситуации. И по характеристикам здесь можно посмотреть все пациенты возрастной пол, регион массы ЧАЛПЮ в основном А. Макроскопического лечения портальной вены – да, нет, в большей степени нет. Это абсолютно честное исследование, где проводились пациенты с непеченочным распространением и печеночным распространением с гепатитом В и С, с промежуточными и прогрессирующими стадиями. Все они есть, и те пациенты, которые могли получать во время противоопухолевого лечения, также и противовирусную терапию. И из нежелательных явлений, конечно же, что настораживало, это артериальная гипертензия, которая фиксировалась в группе пациентов ленвотенип. Поэтому, назначая данную патологию, надо выбирать и возрастную категорию пациентов, уже имеющуюся сопутствующие патологии, гипертонической болезнью. И что нам показало это исследование? Показало исследование, что ленвотенип не хуже. Да, он работает, медиана показала общей выживаемости 13,6, в группе серафенип 12,3. Ну, получается, мы видим, что он работает и не хуже, но нам хотелось бы, конечно, безусловно, и какие-то получить большие и лучшие результаты. Но если сравнивать показатели выживаемости без прогрессирования, здесь уже расхождение в графиках ленвотенип состояло 7,4 и в серафенип 3,7 месяцев. И время до прогрессирования составило 8,9 месяцев, у серафенип 3,7 месяцев. Что это говорит? Ну, безусловно, мы знаем, что во вторую линию терапии попадают немногие пациенты, и приблизительно 37% могут получать вторую линию терапии. И нам здесь необходимо понимать, что он длительное время сможет отвечать на терапию, и тем самым у него риск попасть в категорию второй линии терапии. И вот здесь уже на графиках по частоте объективного ответа мы видим, что наиболее часто отвечает на терапию ленвотенип 24% против 9,2%. Ну, эти цифры нам говорят, наверное, их можно использовать в тех нозологических цифрах, когда пациент потенциально может быть операбельным, да, то есть когда опухоль распространена, но хирург видит и понимает, что если чуть-чуть не хватает, да, и здесь помощь, безусловно, будет в пользу ленвотенипа, когда мы можем такого больного взять на гемигипотектомию. Ну, и также, если подходящий пациент по миланским критериям на трансплантацию печени, когда он в листе ожидания. Здесь по обзору понятно, да, терапия работает практически одинаково, но есть преимущества в вторично-конечных точках. Итак, первый вопрос. Прошу вас проголосовать. Какой выбор второй линии терапии после ленвотенипа вы бы выбрали? Сарафинип, реграфинип, неволумаб и пембролизумаб. Ну, видите, мнения здесь очень разделились. Да, безусловно, все лидирующие препараты сейчас у нас есть на рынке, у нас есть финансирование, мы можем получить любую из перечисленных терапий. Ну, давайте возьмем классификацию НСЕН. И здесь представлено шесть препаратов второй линии. Всем известный нам реграфинип, который мы уже используем. Кабазантинип, цирумаб, который, возможно, войдет в нашу клиническую практику после регистрации. Сарафинип, который может быть использован в качестве второй линии. Ну, и совсем другой механизм действия препаратов антипидель, ингибиторов контрольных точек неволумаб и пембролизумаб. И вот это наши уже рекомендации второй линии терапии, где, безусловно, реграфинип входит в стандартную вторую линию терапии. И также может быть использованы ингибиторы контрольных точек антипидель, неволумаб и пембролизумаб. Химиотерапию мы, наверное, уже таким пациентам не рассматриваем, так как есть токсичность и эффективность в ней совсем минимальная. Но вот этот график исследования ресурс нам показал эффективность реграфинип. Во второй линии медиана общей выживаемости составила 10,7 месяцев против плацебо 7,9 месяцев. И тем самым пациенты могли после прогрессирования на сарафинипе общая медиана составила 26 месяцев. И здесь по графику предыдущих слайдов сравнения линвотинип с сарафинипом мы также отмечаем, что пациенты могли получать в группе после прогрессирования сарафинип и медиана также составило 26 месяцев. Ну вот это крупное исследование, неумаб и пембролизумаб, которые, наверное, стали равноначальником. Их включили уже в рекомендации НССН, крупное исследование. И здесь мы видим достаточно хорошие, красивые цифры. 15 медиан выживаемости, неумаба 15, и пембролизумаба 12,9 месяцев. И здесь, что самое интересное, мы уже могли получить не только частичный регресс, но и полный. В группе исследований КИНО-240 также было крупно рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, в котором доказался свою эффективность пембролизумаб. По частоте ответа составило 18 месяцев, и медиана общей выживаемости составила 13,9 месяцев против плацебо 10,6 месяцев. Тем самым мы можем говорить смело, что иммунотерапия и за ней тоже есть определенное будущее. Итак, клинический случай. Это наш пациент, у которого в анамнезе он строитель, курильщик, отца цуру с печенью, появились дискомфорт в животе, слабость, потери веса, и зафиксировано первое артериальное повышенное давление, обратился к терапевту, ему назначена антигипертензивная терапия с выраженным положительным эффектом, купировано явление артериальной гипертензии. Но нужно отдать должное еще также и терапевту, который его не отфутболил, а обследовал дальше. И при УЗИ выявлено увеличение образования правого надпочечника и изменения в печени, после чего пациент выполнил компьютерную МРТ-исследование, которое выявлено достаточно крупный очаг в правом надпочечнике и метастатическое поражение печени без первичного выявленного очага. Безусловно, мы здесь не могли сразу поставить пациенту правильный диагноз на основании клинико-энгологической картины, поэтому мы стали его диагностически обследовать и в качестве скрининга ему сделали гастроколоноскопию, анализы крови, выполнил онкомаркер, где выявлено повышение показателя 866, также впервые выявлен гепатит С, он об этом не знал, ну и выполнена чрезкожно-пункционная биопсия печени, поставлен гепатоцеллярный рак, БЛССС, ЧАЛПЮА. И здесь попрошу проголосовать, какое бы выбрали лечение. Здесь сарафениб, ленвотениб, какие-либо клинические исследования, мы знаем, что их сейчас очень много, как в первой, так и во второй линии, либо симптоматическая терапия. Ну, мы видим, что по графику, да, он подходит под критерии назначения ленвотениба, хотя, безусловно, его можно было бы и включить в клинические исследования, которые сейчас проходят. Мы назначили ленвотениб в дозе 12 мг, вес пациента более 60 кг, и также пациент получил противовирусную терапию у инфекциониста. И что мы видим через 3 месяца? Мы получили первый ответ, и здесь надо смотреть и руководствоваться критерии М-рецист и оценивать леник очага в артериальную фазу. Мы видим, что опухоль в печени уменьшилась, также уменьшился очаг в надпочечнике. Из нежелательных ювелений зарегистрировалась артериальная гипертензия, которую, к сожалению, не удалось скупировать в течение недели. Но это стало для нас предпосылкой для редукции дозы, и пациент получал, и в настоящее время получает 8 мг в сутки. артериальная гипертензия оккупирована, и он продолжает терапию. И здесь на слайдах видно, как уменьшилась опухоль за эти 3 месяца, не только основной опухолевая масса в правой доле печени, но и опухоль надпочечника, которая деформировала, оттесняла правую долю печени. Видим, что она тоже уменьшилась. Спасибо за внимание. Продолжение следует...